Ребенок 14 лет получил ожоги 40% поверхности тела и ожоги верхних дыхательных путей. В настоящий момент он находится в крайне тяжелом состоянии в городской клинической больнице номер 10 в ожоговом отделении. Всеми медикаментами ребенок обеспечен и будем надеяться, что принимаемая терапия приведет к позитивным результатам. — Поскольку такие события, к огромному сожалению, происходят не впервые и не только в этой школе, в этой школе была трагедия, погиб ребенок 3 года тому назад, но между этими событиями были случаи в других школах, разъяснительные беседы проводятся регулярно. Тем не менее, к сожалению, без объединения и усиления этой работы со стороны педагогов и родителей, я на этом тоже настаиваю, подчеркиваю, эффекта не будет. Дети в силу подростковой психологии уверены, что с ними точно ничего плохого не случится и, к сожалению, вот такая самонадеянность приводит к подобным трагедиям. Поэтому да, сейчас в школах пройдут повторные разъяснительные беседы. Кроме того, мы вчера связывались с волонтерами, которые готовы нам предоставить специально разработанные плакаты для учебных учреждений. Посмотрим на них и совместно разместим еще и такую полиграфическую продукцию в наших учебных учреждениях для детей и для родителей.